Мы хотим вместе с вами сегодня обратить внимание на существующую важную проблему, о которой говорим не только мы. Пресс-конференция ведущих специалистов в области лечения опухолей головного мозга у детей и благотворительного фонда Константина Хабенского прошла в Москве в преддверии Всемирной недели осведомленности об опухолях мозга. На встрече с журналистами были представлены популярные мифы относительно возникновения этих опухолей и статистика заболеваемости, согласно которой в год выявляются около 1200 случаев первичных опухолей головного мозга у детей. Они занимают второе место среди всех злокачественных новообразований в детском возрасте и составляют 20% от всех онкологических заболеваний у детей, это 4 случая на 100 тысяч детского населения. Опухоли головного мозга у детей излечимы и общая выживаемость по России составляет около 70%. Наряду с важностью ранней диагностики заболевания для эффективного лечения специалисты отмечают проблемы, которые препятствуют этому. Благотворительный фонд Константина Хабенского оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы. Вся инфраструктура имеется для того, чтобы эффективно лечить детей, вопрос, как всегда, в логистике, потому что у этих семей нет единой точки принятия решений. Они должны искать, ходить, ввивать что-то, квоты, препараты. У них нет, по большому счету, одного специалиста, который их ведет, и это большая проблема, потому что один сказал одно, другое другое. Это проблема приличной зоны, и это проблема фрагментированности помощи. КТ в одном месте, онколог в другом, УЗИ в третьем, и вот это все затягивается зачастую. Фонд подключается, когда нужны исследования, например, генетические исследования, которые крайне важны. Спасибо.